Привет, друзья! Мы сейчас находимся на чумацком шляхе, в чумацком шляхе, как назывался раньше. Да, у нас тут два дела, в общем. Мы идем в палатку, нам привезли обещанную, мы покупаем палатку себе, какую-то польскую или какую-нибудь, точно даже не знаю, мы покажем, может вам название, потом все равно рано или поздно увидите. Еще нас сегодня встретили даже знакомые, уже знакомые, там харьковчане, белорусы там напротив живут, белорусы пригласили на чай, к харьковчане на плов, в общем, в палаточном кемпере тоже здесь же нас пригласили, детки побежали, ну и маму потом, папу, как бы деткам отказать мы не можем, но мы идем к ним в гости зайдем, там снимем, они может расскажут, как они тут живут, привет передадут, ну, в общем, как-то так, все, не переключайтесь. Так, мы попали, пришли, попали, еще не попали. Вот, кстати, еще хочу показать туалетики, тут у них такие красивые в этом году поставили, даже их, смотрите, загородили. А душ где, где-то душ там есть? Да, да, да. Где рядом? А, там дальше душ, он синенький, да. В общем, нормально, электричество, можно от этих столбов проводятся провода, прокапываются, и проводятся, ну, 50 гривен, плюсы электричества без всяких лимитов. А мы идем вот, куда мы идем? Вот сюда мы идем, да? Посмотрим, готовы, не готовы нас принять в гостей? Принять в гостей или нет? Прямо так. Пока батарейка еще не села. Всем привет. Мы на Азове. Малушка, привет. Я на Азовском море, скажи. Я на Азовском море. Она не знала, да? Вот так, не знает. Вы с вами будете ужинать? Да мы как бы сейчас, ну, символически, потому что мы, да, у нас, ну, да. Так, что это такое у тебя? Маминка. Ух ты. У вас просто так интересно, вот я еще хотел пообщаться, ну, про ваш дом. Давай, спрашивай. А что, можно экскурсию даже дать? Да, конечно, можно. Ну, показывай. Просто это очень интересно посмотреть, как люди живут, ну, что мы тоже, у нас мечта есть такая, не знаю, пока палатку, мы сейчас вот, вот, палатка, за палаткой пришли там, начнем с малого, а потом, я думаю, дойдем и до такого. Постепенно. Вы сколько лет уже у вас? Два года? Три года уже? Третий год. О, класс. Ну, конечно, уже были, да, у людей смотрели, но у всех по-разному, поэтому... У всех по-разному. Вот, может, сначала давайте начнем сейчас сделать. Я спрашиваю у папы сначала такие вопросы финансовые. Вот сколько, если не секрет, вот сколько он обошел, за какого года, где купили, там, может, какие-то... В 89-й год, на границе с Венгрией. А, прямо так, туда по-интернету его нашел, созвонился через знакомых, и там поехали бы забрали. И сколько он, если не секрет, стоит? Три с половиной. Это растаможенный, не растаможенный? Это он уже полностью был растаможенный. Три с половиной? Хорошо, вообще. Нет, цена была очень хорошая, адекватная. Это такой, ну, не часто такой ценой. У него же размер какой. Так я же вижу, это, конечно, цена вообще, если честно, за три пятьсот я бы сейчас побежал. Да, таких цен, ну, вот так получилось, попался. Вот три пятьсот я готов, вот уже шесть, и там выше. Он уже вместе с палаткой достался. Смотрите, блин, класс. Да, то есть как бы вылиться на дороже. Нормально, и в состоянии адекватное, да, что? Ну, заходи посмотрим. Давайте посмотрим. Валера, где вы сейчас? Да, Милана идет тоже, да, Снак? Пооткрывать окошки что-то. Вот эти мне нравятся, вот эти штучки у них у всех. О, класс. Красота. Ух ты, это ты собираешь, да? Да. Смотри, вот это детская, получается, комната. Они тут спят. Красота. Блин, как я, как я хочу такое себе, да, с детства такой домик свой иметь какой-то, халабутку. Вот здесь, получается, у него находится умывальник, видишь, мишка. И сразу говорите, вот пользуйтесь не только в час. Нет, мы не пользуемся, почему, потому что у него нет смысла на умывайте. Ну, вода есть, душ, все тут там все. Папа, умывальник можно получить. Ну, оно что заряжено, там все есть, есть вода, есть. Вообще, все полностью. Все работает, все рабочее. Вот эти можно пробовать. Вот у нас газовая печка тоже. Три комфорки. Три комфорки. Три комфорки. Три комфорки. И холодильник. Холодильник даже есть тоже. И все рабочее. Все рабочее. Все рабочее. А это просто ярче. Да, где-то. Они как-то на чем-то там, на магнитиках. Вот, смотри, как бы раз приподнял вот так. Там какие-то эти, да. Он так фиксируется. А, и вот так даже. Здесь надо сейчас придопить. А, и здесь магнитик, да, или что? Нет, он просто как бы вот. А, защелкивает. Защелкает. Защелкает ее как бы раз. И когда едешь, а ехать, когда едешь, можно тут сублюди находиться? Нельзя. Нельзя, да? Нет. Люк, я еще не открылся. Сегодня закрылся, когда дочь был. Получается, отца открыл. В общем, получается, когда едешь, спать тут никто не может. Нельзя. По правилам запрещено. А, тяжело. Даже кидает. Бывает, даже вещи положить, желательно, такие полочки. Да, да. У них ничего, ну, такое складывать минимальное. Вы стараетесь все попрещать. Вот так не стоит же. У вас, да, когда едет? Нет, оно все попадает. А, что это висит тогда? Это так люстра, да. Свет все, 220, 12, все полностью. А, о, да, давайте же дальше к самому интересному. Да, тут до что летом, но опять же мы им тоже пользуетесь. Ну, понятно, это зачем. Да, в смысле есть. Ну, он, как бы так, да. Тут умывальник получается, вот, вот, на защелках опускается, да. Там бачок под воду подсоединяется. Это у вас типа кладовка. Ну, да, служил вещи, да, и все. Ну, да, если все из на улице, зачем? Ну, тут большие ящики, где под тремпелятые вещи складываешь. Это у нас там не стоит. Ну, это пеечка. Вот так вот. А, нажать нужно, все. А у нас есть стройк. Это пеечка. А, это пеечка. И у нас еще есть под низом стройк. В смысле, если холодно можно гримку? Пожалуйста, зимой отапливай. А, электричество? От газа. А, электричество? От газа. А, вообще электричество как? Нет, электричество 220. Это просто вы как-то заряжаете аккумулятор? Нет, никаких аккумуляторов. Четко 220. А, а свое есть какое-то слое? Сейчас здесь? Нет, нет. Нет, нет. Нет, можно, там стоит, ты аккумулятор подсоединяешь. Ну, типа, понял? Я думал, может какие-то там... Случные батареи. Можно, на крыше ставишь и все. А, вот так, да. А, вот так, да. А, вот так, да. Убирается и получается... Стол складывается и не получается у тебя кухонное место. То есть, в дороге, если ты едешь... Прикольно. Ну, класс, вообще, балдеж. Замечательно, спасибо за экскурсию. Все ясно, все понятно. Есть к чему стремиться. Ты бабушке передал? Ну, так скажи пару слов. Бабушка, привет. 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 Бабушка будет смотреть? Да, она и скажет. Обязательно. А вопрос все такой. Чем такой дом можно тянуть? Ну, чем вы тянете и какой машиной можно вытянуть? Я так тебе хочу сказать. Первый год я вытянул с Сонатой. У меня Соната была, которая уже из последних. Да. Шикарно. Сейчас я крузом его тяну. Ага. Тоже хорошо. Не, ну, круто. А перед этим лачете тянул. А, ну, лачете даже тянуло. Тяжковато, конечно. Тяжковато. 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 Ну, Соната и Круз вообще. То есть, напряга никак. А что, а Соната какой двигатель? Дуплитровый. А, я понял. Такой на тонну сто веса. Упаска. Я хочу вам что-то показать. Плюс загрузил. Он по загрузке я смотрел тонну 800 максимум. Угу. То есть. Ну, например, ну да, он не маленький, конечно. Да. Не, он легкий, он на колюсто его катнул, все, и он покатился затоплен. Но все равно лучше эту машину чуть-чуть такой. 60-70. 1,5. 60-70. Не стоит даже. Ну, 80, это уже в таких свыше отчетам. Если ты уверен настолько, если ровная дорога, то этого не надо делать. Понятно. Классно. У вас и так, да? Все, все. Да, вот у нас. Мы баллон достали. Вот у нас печка. Кухня. Ну, смысл там, там пользоваться не смысла. Хочу бабушке показать. Это вы тут купили, да? Да. Ну, да. Так, класс, спасибо. Так передайзишь. Привет. Ты будешь смотреть? Так, жёл ты вон что-то. Хорошо, конечно. На бережку. А сходим к нашим? Вы сходите еще? Да сходим, пошли. Вот белорусы. Мы пойдем сходим. Да, не пойдем. Познакомились. Вот такие люди классные. Иди, провожай. Ну да, вы что же нас звали на чай? Да, они встречали нас. Да я помню, мы вас с первого дня тут видим. Потому что вы же приехали, когда разружались, и что мы вас видели. Просто палаточка. А, у вас палаточка, да? Ух ты. Можно у вас тут заходить? Погостить, посмотреть, поделитесь. У вас по-другому вообще. Вот это класс. Молодец. Так. Начинали с маленькой такой палаточки. Потом пошли купили. Приехали на следующий год, купили вот это. И вот сейчас купили еще вот такую палатку. Ну давай с самого начала начнем. Это сиденье с вашей машины, да? Это машины, да. Вы вытащили их. А вот это холодильник у вас, да? Это да, это холодильник, да. А откуда у вас свет идет? А вот здесь, вот мы подключились. А, ну ты же знаешь, да. Ну просто все тут подключились. Нормально, ну. 150 гривен в сутки, пожалуйста. Классно. На всех, да? Да, да, да. 150 гривен на всех? Смотри, Валера, смотри, как круто. Смотри, это вообще. А, вот так. Ух ты. Двухкомнатная электрикомнатная квартира, да. Ничего себе. Не холодно ночью? Нет. Хорошо? Нормально, да. Да, я сейчас так почувствовал, свежо здесь. Небольшой секретик скажу. Да? Да. Вот, кстати. А, видишь, какое некрочное дверя. Вот что значит, когда есть электричество какое-то. Да, то есть включишь, и оно вообще хорошо. Блин, у вас хорошо. Скажи. Единственное, ну, если ветер страшно, да, наверное? Да. Ветер большой, да. А так, как бы, неплохо. Сюда шмотит. Ну, нитками. Оно все закрыто, сюда ничего не проползет, там. Ничего, ничего. Ни какие-то там жучки, ну. Ничего, по крайней мере, пока не было. Ну, она, как бы, да, такая... Классно, классно. Да, вообще, конечно, круто. А, посмотри, какой матрасик классный тоже. А, это тоже матрас? Да, это тоже матрас. Нормально. Спицы, да? Ну, отлично вообще. Там мы сейчас палатку купили. Тоже, наверное, надо такую матраску в нее купить. Да. Ну, по крайней мере, удобен, удобен. На земле вот спать, ну, как бы, жестковато. Ну, да. Мы тоже решили с малого начать. Хоть что-то, чтобы было. Пусть будет, пригодится. А там уже дойдем, может, потом как... Нет, ну, классно. И пейс. Ну, наверное, в планах у вас тоже есть такое. Хотели будут купить караван? Электронная, да, батарея? Да, да, да. Да. Для чего? Солнечная. Нет, нет. Вот это. Вот розетка. А куда розетка? К столбу. А там уже мы подключили. Да, она все думает, забываешь. Я забыла, что подключились. Свет тоже включил. Ну, вот вы говорите, начинали, начинали. А дальше какие развития? Будет какое-то или тоже хотите дом на колесах? Ну, конечно, хотелось бы. Ну, полторы тысячи вот так его протянуть тяжело будет. Ага. Надо покупать, значит, сразу дом на колесах. Не прицеп, а дом. Чтоб сел в него и поедал. Конечно. Но он стоит. Страшных денег-то знаете. Я тоже хочу. Ну, так мечтать не вредно. У нас уже есть два пофика. Ха-ха-ха. Печка. Ха-ха-ха. Вы не представляете. На границе. Приезжаем. Машина полностью забита. Все. Буквально даже ни одного пустого места. Открывайте, пожалуйста. Открываем. Вы откуда? Или вы куда? Ну, туда еще там тысячу километров на этот самый. А что увезете? Я говорю, ну, смотри. Это одеяло. Это вещи. Ну, отдыхайте. Все. Так вообще класс. Они даже не смотрят. Потому что они думают, блин, это сейчас будет. Пока все выгребал. Да. Ну, да. Мы же тоже хотим куда-то поехать. Они когда откроют, скажут, ехте вы нафиг. Классно. Интересно у вас. Еще один такой обзор жилья показали. Приобщайтесь. Очень хорошо. Та потихоньку будем. Попробуем в этом году. Вот просто в несколько дней попробуем. А дальше будет. Два года назад мы были на поселке жили, да? Десять дней прожили. Потом приехали сюда. У нас была маленькая палатка. Очень детям понравилось. То есть, вообще-то. Да. Все время на море классно. А жили и снимали жилье, да? И так вот перешли. Так вот. Ну, правильно. Ну, спасибо. Спасибо. Пока. Привет. Можете приходить? Передать можете. Кстати, беларуси тут. Ничего страшного. Кто спрашивает, можно с детьми приезжаются? Никто. Даже на таможье не трогают. Да нет. Беларуси вот такие, друзья. Ну, это мы знаем. Это мы знаем. Сябры, да? Ну, хорошо. Класс. Спасибо. Заходите. Хорошо. Спасибо. Пока. Вы как его сделаете? Мутеварка. А, вот здесь вы в нем прямо сделаете? Ммм, прикольно. А, сейчас на плов позвал я. Да, тебя же позвал. Мы что пришли? Ты забыла? Мы пришли плов кушать. Вот такой плов интересный. Я и забыла, что мы кушаем. Попахнет, как классно. Я забыла, что мы кушаем. А я еще думаю, а как вы его готовите? Ну, на мангале или, ну, в казанке плов или как? Или просто купить я еду? Компот, компот. Ну ладно, что. Сыпались варились. Прикольно. Очень большой плюс, когда есть электричество. Да, они же подключились. Ну, это вообще классно. А, так это я понял. Кому дали? Красота. А мы милашки. А мы не стали подключить. А, вы не подключились? А, вы не подключились? Все вам не нужны? Я бабушке на любое передать передано. А ты уже передала? А что ты меня? Ты что делала? Да? Да, 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 да. Глотовласка такая. Ну, смотри, какой вкус. А пахнет, как вкусно. А ну, все здесь на свежем воздухе, оно все какое-то вкусное. Ну, все по-другому. Да, с домом не сравнить просто. А вы живете в городе именно в квартире или нет? В квартире, да. А, ну, понимаю. Вам тем более хочется вот этого всего. Конечно, конечно. Потому что те, кто живут, хотя вот у нас там ребята, караванеры, они наоборот, там многие живут в своих домах и все равно же, ну, вот любят такое вот. Мы вот ездили туда. Как ты? Третий источник, да? Где-то мы ездили. Да. Дальний, на стрелковой. На стрелковой, да? Вот они стоят, эти караваны там тоже. Ну, да, да, да. Они по воду все ездят в поселок. Вот они за водой ходят, да. А там вот, который... Аж последний, самый дальний уже аж. Я засек, по-моему, около 12, до 15 километров отсюда. Далековато. Да, да. Далековато вот. Мы ездили купаться туда. Да. Ты их спрашиваешь, кому? Ну, что прогресс есть, очень большой плюс. Хотя, свадь-то мог не ешь. Да, там, кстати, положили освадьбы. Были, ездили туда? Там на двух улицах. Да, почти до горячего источника. Вот это да, они положили там, молодцы в этом плане. Ну, ладно, понятно. Спретного аппетита нам, да? Да. А вы уже покушали, да? А, там мы опоздали. Да. Ну, а ты будешь кушать? Будешь, буду кушать тоже. Все, всем говорим. Спасибо. Очень вкусно, да. Пока. Махай рукой Милана в камеру. Миланчка. Пока. Скажи, канал у нас какой? На какой подписываться нужно? На канал. На... Милана уже создала для нас ней канал. Канал уже подписывала. 11 подписчиков. Да. Да. Хотя я ничего не снимала. Ты не снимала уже? Ну так скажи, на какую там можно подписаться? На Миланы. На мой. Ну понятно. Ну так ищи. Все. Все. Спасибо вам за очень приятность. Спасибо. Спасибо. Приезжайте в Минск вообще. Хорошо. Обязательно. Потому что там я узнала уже краткий путь через на автобусе. Самое дешевое. Мы поедем все вместе. На машине поедем. Да. Понял. Все. Да. Все. Спасибо. Пока. Пока. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok